Всем привет, я Макс. И сегодня у нас на канале топ 5 смартфонов из Китая за апрель месяц 2019 года. Также напомню, что в данный топ входят смартфоны от самого бюджетного до самого дорогого. Ну и по данным видео я всегда оставляю ссылку на более свежий и актуальный топ. Ну и на первом. Ну а на первом месте, как обычно, у нас самый бюджетный смартфон, который посоветовал в этом месяце. Это Blackview A60. Данный смартфон относится к супер бюджетным. И внешне он сегодня, конечно, удивляет. Он получил обычный пластиковый корпус со съемной крышкой, под которой разместился несъемный аккумулятор и разъем для карт памяти, а также две отдельные сим-карты. Также отмечу, что корпус смартфона легкий, 165 грамм. А вот дисплей здесь имеет безрамочную конструкцию. И действительно, не очень-то и большие рамки по краям. Даже снизу. А сверху свежекоплевидный вырез, что за эти деньги больше нигде и не встретишь. Также на корпусе имеется разъем для наушников и обычный microUSB. Кстати, дисплей здесь крупный, размером 6 дюймов IPS матрицей. И разрешением 600 на 1280. Углы и обзоры отличные для данной стоимости. По производительности данный смартфон однозначно очень слабый. Особенно для игр. И для них не стоит покупать данное устройство. Но поиграть в аркадные игры, конечно же, здесь можно. Так как тут процессор уже старый, Mediatek MT6580. Да и памяти оперативной здесь 1 гигабайт. А вот сама система на такой старой начинке работает довольно шустро и стабильно. Особенно, конечно, для данной стоимости. Претензий к ней у вас быть не может. Что касается камеры, здесь установлен датчик на 13 мегапикселей, как заявляет компания. С помощью него получаются довольно неплохие фотографии. Но только, конечно же, в дневное время суток. Вспышка также имеется на корпусе. Отмечу главное, что есть в данном смартфоне. Это его огромный экран. Современный внешний вид с вырезом. А также имеется крупный аккумулятор на 4000 мА. Чего хватит на 1-2 дня работы спокойно. Ну и его стоимость сегодня до 60 долларов. Или 3800 рублей. Следующий смартфон, который стоит около 100 долларов. Это Xiaomi Redmi 7. По внешнему виду смартфон однозначно шагнул в ногу со временем. Тут видно, что смартфон современный. Он приятен глазу. Имеются сглаженные края. И они удобны для обхвата одной рукой. Но есть в данном смартфоне, конечно же, и минус. Это его материал корпуса. Он выполнен полностью из пластика. А задняя глянцевая часть очень маркая. Что касается дисплея, то он для обычного Redmi 7 явно крупноват. 6,2 дюйма. Что не отличает этот смартфон от линейки Note. И это опять же из минусов. Но если вам нравится огромный экран, то все в порядке. Матрица здесь отличная. IPS. Разрешение HD+. Также имеется небольшой вырез в экране под фронтальную камеру. Что касается производительности, в этом году претензий быть не может. Тут процессор от Qualcomm. Восьмиядерный Snapdragon 632. Который является сегодня свежим и даже мощным в среднем недорогом сегменте. Производительности хватает для любых задач на каждый день. Ну и для игр устройство отлично подойдет. Конечно на средних настройках не более. Например в игре PUBG Mobile можно даже повысить настройки до HDR. Но там уже смартфону тяжело работать. По камере так же все неплохо. Тут два модуля на 12 плюс 2 мегапикселя. Второй модуль как обычно отвечает за размытие заднего фона. С чем справляется отлично. Ну а 12 мегапиксельный модуль делает отличные фотографии. Особенно для своей стоимости. Конечно в вечернее время суток резкость и фокус теряются в некоторых ценах. Но даже в вечернее время можно получить довольно красивые фотографии. Видео пишет до Full HD разрешения. Фронтальная камера на 8 мегапикселей. Так же стоит отметить наличие крупного аккумулятора на 4000 мА. Которого хватит на 1-2 суток. В зависимости от интенсивности использования. В итоге смартфон стоит всего лишь 117 долларов. Или почти 8000 рублей. Что для такой конфигурации точно недорого. И вы точно не расстроитесь при покупке. Но стоит сразу же покупать чехол. Следующий смартфон занимает можно сказать среднюю позицию. Это смартфон на новом процессоре Meizu Note 9. Данный смартфон в этом году успел как никто другой. И вышел очень даже вовремя. По крайней мере для компании Meizu это очень хорошо. Но так же данный смартфон и порадовал любителей бренда. По внешнему виду получился интересным дорогим. Корпус металлический на тыльной части глянцевый стеклопластик. Выглядит отлично. На корпусе имеется разъем для наушников и USB Type-C. А так же и два микрофона. За производительность отвечает очень свежий процессор Snapdragon 675. Который сегодня встречается в паре устройств. И данный процессор является преемником Snapdragon 660. Но более энергоэффективным и лучше себя ведет в играх. Так же в смартфоне имеется 4 гигабайта оперативной памяти. Всего этого вам хватит для спокойной работы системы. А так же сможете поиграть в большинство современных игр на высоких настройках. По камере так же все хорошо. Тут установлен модуль на 48 мегапикселей от компании Samsung GM1. С технической интерполяцией. Снимки показывают точно не хуже конкурентов за эти же деньги. А так же есть довольно светосильная оптика. Благодаря камере можно получить отличные красивые фотографии. Не только в дневное время суток. Но и в вечерние. Есть поддержка видео до 4К разрешения. Но тут нету оптической стабилизации. Фронтальная же камера на 20 мегапикселей. Чего достаточно для качественных селфи. Аккумулятор на 4000 мА. Есть здесь и поддержка быстрой зарядки. В целом в смартфоне есть все необходимое. Это крупный аккумулятор, свежий дизайн, хорошая камера, свежая прошивка и Android 9. Глобальная официальная версия. И хорошая конечно же производительность. Смартфон стоит довольно недорого для такого набора параметров. От 215 долларов. Или 13500 рублей. Следующий смартфон у нас уже предтопового сегмента. В этом месте я посоветую Nokia 8.1. По внешнему виду смартфон получился действительно мужским солидным устройством. Которое точно не стыдно носить с собой. И по внешнему виду он очень классный. Тыльная часть корпуса здесь сделана из стекла. По краям стандартный металлический каркас. Также отмечу, что на корпусе имеется разъем для зарядки и для наушников. И есть поддержка карт памяти. Дисплей здесь большого размера 6-18 дюймов. Разрешением Full HD+. Качество и яркость матрицы хорошая. Есть поддержка HDR. А что касается производительности. И здесь отвечает предтоповый процессор. Это Snapdragon 710. И 4 гигабайта оперативной памяти. Данная начинка по-прежнему не выстарела. И является еще свежей и новой. Благодаря чему вы сможете быстро пользоваться системой. Все будет летать. А также вы сможете и поиграть в любые современные мощные игры. Ну и также отмечу, что смартфон работает на Android 9. Конечно же здесь глобальная версия. Как и во всех смартфонах в данном топе. Что касается камеры. То смартфон имеет два модуля. На 13 плюс 12 мегапикселей. С отличной светосильной оптикой ZS. Фотографии получаются хорошей детализацией. Правильным балансом белого. Как в ночное. Так и конечно же в дневное время суток. Есть у камеры и оптическая стабилизация. Для фото и видео. Что встречается сегодня редко. Также стоит отметить, что максимальное разрешение видео 4К. Аккумулятор здесь на 3000 с половиной миллиампер. И есть поддержка быстрой зарядки на 18 ватт. Ну и напоследок отмечу, что у данной версии Nokia 8.1 имеется NFC модуль для бесконтактной оплаты. В итоге смартфон имеет прекрасную начинку. И думаю отличный внешний вид. И его стоимость 340 долларов. Или около 22 с половиной тысяч рублей. Ну и последний смартфон, который посоветовал в этом месяце. Это конечно же самый дорогой и на топовом железе. Это Xiaomi Mi 9. Который стоит 500 долларов. Данный смартфон не так давно вышел в продажу. И по внешнему виду он выглядит просто отлично. Современный стиль. На тыльной части конечно же имеется стекло. И возможно он конечно же копирует другие флагманы. Но сегодня на рынке очень много смартфонов. И сложно отличаться друг от друга. Также на корпусе смартфон имеется microUSB Type-C. Но отмечу, что нету разъема для наушников. И нет поддержки карт памяти. Но зато дисплей здесь имеет размер 6.4 дюймов. И разрешение Full HD+. А матрица Super AMOLED с поддержкой HDR10. Ну и конечно же что касается производительности. То в смартфоне самый топовый процессор сегодня. Это Qualcomm Snapdragon 855. На данный момент это самый современный процессор на ближайшие 9 месяцев. Данной производительности вам конечно же хватит на все что нужно в смартфоне. Быстрый запуск программ, соц. сетей. А также конечно же сможете поиграть в любые современные игры на максимальных настройках. Прошивка конечно же глобальная и работает отлично. Что касается камеры, то здесь установлено 3 модуля. Это на 48 мегапикселей. А также широкоугольный модуль на 16 мегапикселей. И третий зум объектив на 12 мегапикселей. Фотографии здесь конечно же отличные. Хорошая детализация и хороший динамический диапазон. Видеосъемка поддерживается до 4К. С электронной стабилизацией. Но это не мешает смартфону делать очень стабильную картинку. И данный смартфон сегодня оценивают даже как один из самых лучших смартфонов по стабилизации. Что касается аккумулятора, здесь установлен обычный аккумулятор емкостью на 3300 мА. Конечно же данной емкости вам хватит только лишь на один день. Но зато здесь имеется быстрая зарядка на 27 Вт. Благодаря чему вы сможете смартфон зарядить за 1 час. И имеется беспроводная зарядка. Ну а также отмечу, что имеется NFC модуль, инфокрасный порт и оптический сканер отпечатков пальцев, который встроен в дисплей. В итоге данный смартфон сегодня стоит всего лишь 500 долларов. Или около 34 тысяч рублей. И он подойдет для тех, кто хочет получить самый мощный смартфон на современном железе. Но все ссылки на данные смартфоны в топе обязательно найдете внизу в описании. Также если вы не смогли подобрать себе смартфон в данном топе, можете посмотреть и топы за прошлый и позапрошлый месяц. Может в них вам что-то понравится. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Если понравился топ, нажимайте лайк и подписывайтесь на канал. И не пропускайте свежие видео. Удачи всем и пока.